Библейский портал экзегет.ру представляет И мы, читая подобные вещи в Ветхом Завете Ну, не любим их Не нравится нам Ветхий Завет тогда Мы говорим иногда, что, знаете, там был такой еще Бог Строгий, суровый В Новом Завете все иначе Шестое не то чтобы дает на это ответ Но хотя бы немножко больше контекста, чтобы понять Она тоже тяжелая, в ней тоже много вот таких кровавых сцен Где Господь, собственно, и служит источником этого бедствия Но попробуем, может быть, почитать и что-то увидим Было ко мне слово Господне Сын человеческий, повернись лицом к горам израильским И из реки против них пророчество Я напомню, что все происходит в Вавилоне И довольно далеко от Израиля И, возможно, как раз обращение в сторону далекой родины Из одной святыни, Иерусалима, храма Это тоже такой молитвенный жест Вот как мусульмане молятся лицом в сторону Мекки Где бы они ни находились Вот так, может быть, в сторону Иерусалима молились тогда израильтяне Но здесь не молитва в эту сторону Здесь пророчество против горы израильских Скажем так Горы израильские, выслушайте прорицание владыки Господа Так говорит ладыка Господь горам и холмам, долинам и равнинам Наведу я на вас меч, разрушу святилище ваше Святилище, ага То есть, скорее всего, языческие какие-то жертвенники Потому что как раз святилище должно быть одно в Иерусалимском храме Ну, значит, на горах у них стоят и другие И эта тема дальше развивается Заброшены будут ваши алтари, повержены ваши курильницы А может быть, столбы священные Тут не очень понятно, но в любом случае языческие святилища Прямо пред вашими идолами лягут трупы Трупы израильтян прямо пред их идолами лягут Вокруг алтарей ваших рассыплю кости Где бы ни жили вы, города опустеют Никогда не останется в святилищах опустошенных Никого не останется и в святилищах опустошенных Алтари заброшены и разрушены Идолы сокрушены и повержены Курильницы сломаны Труды ваши погублены А среди вас будут падать убитые Тогда будете знать, что я Господь То есть, смотрите, вот все это бедствие Оно не просто кровопролитие Но одновременно это осквернение языческих святилищ И языческих алтарей жертвенников Потому что прикосновение мертвеца Естественно, оскверняет И делает невозможным дальнейшее богослужение Вот с использованием этого самого алтаря Этой курильницы, этого священного столба Или чего-то еще То есть, гибель – это не просто Такая кровавая баня Но это истребление язычества из их среды Все равно не очень объясняет, да? Ну, почитаем дальше Но сберегу остаток тех из вас Кто избежит меча, когда рассеетесь По разным странам и народам Вспомнят обо мне те, кто уцелел Среди язычников, куда их уведут Я сокрушу их блудное сердце, что оставило меня И блудные глаза, что засматривались на идолов И станут они сами себе противны Из-за зла, что творили, и всех своих мерзостей И будут знать, что я, Господь, не зря предупреждал О грядущем бедствии Вот здесь уже немножко другое Я предупреждал И здесь понятен смысл всего этого Увести их прочь от этих идолов Уничтожив заодно эти святилища идолов Для того, чтобы они от них отказались Изберечь остаток Остаток, который нуждается в очищении Вот здесь уже становится более-менее понятным То есть вот эта языческая Огромная такая вот сфера Она исчезает для того, чтобы сохранился остаток От нее свободный И более того, Господь предупреждал То есть это был один из вариантов Люди его выбрали Велит Владыка Господь хлопнуть ладони Топнуть ногой и сказать Горе дому Израилеву за все мерзкие его злодеяния Меч, голод и мор его погубят Мор свалит того, кто вдали А меч того, кто вблизи И кто выживет, кто уцелеет Того погубит голод Так постигнет вас моя ярость И будете знать, что я Господь Когда трупы будут у вас лежать между идолами И вокруг алтарей снова Что у вас на всяком высоком холме На всякой горной вершине Под всяким тенистым деревом Ветвистым дубом Где бы ни курили благовоние своим идолам Ну то есть язычество Это поклонение в том числе силам природы Соответственно, любой приметный географический объект Становится объектом поклонения одновременно Занесу над ними руку До чисто опустошую их землю от пустыни До Дивла, где бы они ни жили Дивла один из городов И будут тогда знать, что я Господь То есть истребление людей В данном случае истребление язычества Жестоко, можно было иначе А вторая мировая Третий рейх Истребляли людей Не только на фронте Но и бомбежки Которые опустошали германские города Хорошо это или плохо Можно было победить Третий рейх Не убивая немцев Даже в 20 веке боюсь, что нет Можно было уничтожить язычество Каким-то образом Не уничтожая язычников Тогда, две с половиной тысячи лет назад Наверное, еще менее Это было возможно Чем в случае, скажем, с Третим рейхом Но я понимаю, что Приводить в качестве примера Гитлеровскую машину убийства Это, наверное, плохой тон Но все-таки Да, вот мы признаем, что есть Вот такие человеческие практики Структуры сообщества Которые должны быть уничтожены Просто для того, чтобы дальше Человечество жило без них И Господь подчеркивает две вещи Что он предупреждал, что это не внезапное бедствие Вот там люди живут себе спокойно Вдруг там цунами на них обрушивается Все смывают, все погибли А это было предупреждение То есть у них был момент выбора Во-первых И во-вторых, все это делается для того Чтобы вы узнали, что я Господь То есть история, она полна трагических эпизодов Люди в конечном счете Всегда убивали друг друга И сегодня это продолжается тоже И Господь вносит в это не оправдание убийства Как такового Но вносит в это некоторый замысел Что убийство одним человеком другого Бывает преступлением А бывает некоторой карой Когда из этого убийства Должно вырасти некое лучшее состояние дел Нам очень не нравится Это мне тоже, я честно скажу Но может быть Ветхий Завет Это был первый шаг к тому Чтобы сказать Вообще-то убийство не всегда оправдано Для такого природного, стихийного человека Убить другого Ну это, а почему не убить в конце концов Если я могу это сделать Меня тоже может убить Ну кто кого победит Что здесь вот уже начинается Хотя бы какой-то Вот отбор того случая Где это преступление А того случая, где это вот некоторая кара И что Господь в конечном счете За собой оставляет приговор Что человек не может его выносить Что Господь говорит Это я, это я, это я Все равно не убеждает Вы знаете, меня тоже Я не люблю, когда люди убивают друг друга В Ветхом Завете, к сожалению Это периодически происходит Но ничего В седьмой главе Мы еще встретимся с немалым количеством Таких обличений Но книга все-таки не останется Вот только с этими убийствами Она закончится совершенно по-другому А пока идем через эти грозные главы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok